Издательство Эксмо. Татьяна Устинова. Пять шагов по облакам. И самое последнее, сказала начальница и переложила на столе бумаги слева направо. В правой стопке бумаг было намного больше, чем в левой, и это означало только одно – совещание заканчивается. Все шевельнулись было и снова замерли, как замороженные. Шевелиться раньше времени – дело опасное по многим причинам. Сама могла рассердиться и начать язвить, и не было ничего хуже для сотрудников, чем ее язвительность. Никогда неизвестно, куда она может завести. Бывали случаи, люди увольнялись, если начальницу уж слишком заносило. Завтра утром я улетаю в Петербург на встречу с Садовниковым. Вернусь вечером, и мы сразу проведем еще одно совещание по результатам этой встречи. Возможно, она многое изменит в сегодняшней расстановке сил. Я прошу начальников отделов быть к этому готовыми. «Уважаемые господа начальники, вы все меня слышали?» Господа в разнобой покивали, но настырная главная редакторша еще и каждому в лицо посмотрела, как бы зафиксировала взглядом, что все слышали. «Андрей Борисович, ты меня слышал?» Андрей Борисович выглянул из-за высокой спинки чужого кресла и сурово кивнул. Он чудесно устроился. Все совещание черкал в блокноте, хмурил брови и пытался своей ногой настигнуть под столом ногу Томилы Гудковой, возглавлявшей отдел бизнес-леди. В редакции поговаривали, что Гудкова спит с Константиновым, основным фаворитом главной редакторши, но никто особенно в это не верил. Кто же в здравом уме и твердой памяти решится крутить амуры под носом у волчицы, которая считает тебя своей собственностью? В блокноте Андрей Борисович черкал стишата, которые в процессе священия рождались у него в голове. Была у него некая тайная думка, когда всех выпустят на волю показать стишата Гудковой, вдруг оценит, вдруг поймет. Все совещание он сочинял и согревал себя приятной мыслью, опораженной в самое сердце Гудковой. И грезилось ему, как в курилке, в облаках табачного синего дыма вдруг вспыхнут изумлением ее фиалковые глаза, и удивленно дрогнут всегда такие неприступные губы. И, оглянувшись по сторонам, она скажет смущенно, «Зачем вы так, Андрюша?» И протянет блокнотик, и вечером они пойдут гулять на патриаршьи пруды, а вокруг малая бронная, подсвеченная тусклыми огнями магазинчиков и темнеющая куртинами старых московских лип, и... Глаза у нее никакие не фиалковые, конечно, а неопределенного, то ли серого, то ли карьего цвета. Неприступные губы он тоже выдумал, губы как губы, так себе ничего необычного. И гулять с ней некуда. Как только рабочий день заканчивался, она в ту же минуту садилась в свою машину и... Фить, нет ее. Ну, красиво, красиво, черт побери. Особенно вот это, про куртины старых московских лип, каково? Скажете, нет образа? Конечно, есть. Вот он образ. Так и видится кривая московская улочка, пахнущая нагретым за день асфальтом, липовым цветом и горячей едой из закусочной. Девушка на тоненьких каблучках, мулатка просто прохожая. И он, белеющий в темноте рубахой, с распущенным галстуком, закатанными рукавами, перекинувший через плечо свой пиджак и ее сумочку, и... Алло, станция! Барышня, дайте Смольный! Смольный, дайте, барышня! Тут Андрей Борисович так струхнул, что даже блокнотик уронил, листочки разлетелись. Он сунулся их собирать, а Гудкова, из-за которой он так размечтался, даже не помогла, только ногу подвинула. Тоненький каблучок царапнул пол. Главное, когда Андрей Борисович вылез, смотрела ему прямо в глаза и впрямь как волчица, не отрываясь и не моргая. «Да-да», — сказал он растерянно, и Константинов, ее фаворит, отчетливо хмыкнул. «Я все понял». «Что ты понял, Андрей Борисович?» «Повтори. Завтра вечером совещание, после того, как вы из Питера вернетесь, а от него многое зависит». «Послал бог сотрудников», — сказала главная весело. «Не от совещания зависит, горе мое, а от нашей встречи с Садовниковым. И пусть только кто-нибудь попробует совещание продинамить. Уволю, без выходного пособия». «А отдыхать-то когда, если круглые сутки работать?» — спросил Константинов и покрутил ногой в диковинном остроносом ботинке. «Отдыхать будете в Питсунде», — отрезала начальница. «В Москве все работают. Если мы проштудировали все вопросы, то я никого не задерживаю. Всем спасибо, все свободны». Команда в разнобой поднялась и, на ходу разговаривая, потянулась к двери. Волчица из своего логова наблюдала за исходом, а потом, конечно же, сказала мюллеровским голосом. «А Константинова и Полянского я попрошу остаться...» «Вау!» — под нос себе пробормотал начальник компьютерного отдела Безил Готтон Пивных. «Западло! Облом, блин!» Великие программисты в редакции газеты «Власть и деньги» имелись в количестве двух штук. Вышеупомянутый начальник отдела Безил Готтон Пивных и его заместитель по имени Алекс Киллер Кузяев. Неизвестно, кто и когда внушил пацанятам, что они не просто крутые юзеры, а самое что ни на есть натуральные хакеры и программеры высочайшего уровня, но они в это свято верили. Их не разубеждали, во-первых, потому что никому особенно не было до них дела, а во-вторых, потому что с версткой и дизайном они более или менее справлялись. Кроме того, вносили во взрослую политическую редакцию приятное разнообразие. Шикарно пили пиво и еще какие-то напитки под названием «натуральный солод», говорили непонятными до ужаса словами, время от времени проводили атаки на чью-нибудь почту, и вдруг компьютер через слово начинал прибавлять «твою мать». Такая потеха! К примеру, вот письмо главной в хозяйственную службу. «Уважаемая Анна, твою мать Петровна, прошу твою мать вас выделить, твою мать, дополнительные компьютеры, твою мать, для обеспечения, твою мать, отдела» и так далее. Крутые программеры выли от смеха, давились натуральным солодом и бились головой в клаву, компьютерные клавиши. Иногда им неожиданно удавалось избавить редакционные компьютеры от залетного вируса. Это называлось «лечить комп от верей». Для этого писались проги программы и обсуждались в курилке специальными солодово-программистскими голосами. Главная редакторша называла их бандерлогами и после долгих препирательств разрешила даже в список редакции вписать имена именно так, как им хотелось – с никами. Это было смешно и тоже вносило разнообразие во взрослую жизнь. А то что такое? Вот, к примеру, Валерия Любанова, главный редактор. Александр Константинов, креативный директор. Роман Полянский, первый заместитель главного редактора. Скукота! Скукотища! А тут бац, получи фашист-гранату. Безил Готтон Пивных, Алекс Киллер Кузяев. Пивных в прошлой докомпьютерной жизни именовался, ясное дело, Василий. А Кузяев крещён был Алексеем. Но какое это имеет значение? Девчонки падали замертво. А может, бандерложкам казалось, что замертво. Но, во всяком случае, просто Пивных и Кузяев никогда не добились бы такой популярности в массах, как Готтон и Киллер. У них были простецкие юношеские физиономии, круглые головы, несколько облагороженные определенным вольтерианством в виде чубов и косичек. На совещаниях они в основном помалкивали, потому что взрослые в большом количестве их пугали. И, завидев в коридоре Валерию Алексеевну, они, бывало, срывали с вольтерианских лбов высокохудожественно-креативные банданы и пихали их в карманы. Вот бандан на своей территории, главное, решительно не допускало. Они очень любили слово «пенис» и страшно гордились собой, когда лихо его произносили, обращались друг к другу «сын мой» и все в той же курилке втолковывали тем, кто соглашался их слушать, что они вовсе безбашенные и по молодости творили черт знает что, потому не следует считать их поймальчиками и покладистыми котятами. Субтитры создавал DimaTorzok